Здравствуйте! Сегодня у нас разговор по существу с депутатом Государственного Совета Чувашии, членом фракции «Единая Россия» Николаем Николаевым. Николай Станиславович, здравствуйте! Не первую неделю уже обсуждают послание президента России, и очень много всяких разных высказываний звучит, и поддержки, и каких-то одобрений, и неодобрений. Вы, как член «Единой России», как вы относитесь к этому посланию, что вам понравилось и что не понравилось в послании президента? — Спасибо. Начну, наверное, с первого. И выскажу не только свою позицию как члена «Единой России», но, наверное, и такую, как гражданина нашей страны. Послание, на мой взгляд, предельно понятное. Оно, что называется, из жизни. Вот если посмотреть в целом на ситуацию в мире, то геополитическая конкуренция увеличивается. И недаром Владимир Владимирович отметил, что на долю развитых стран на сегодняшний день где-то 70-75-80% от всей президентной продукции, от всех благ, которые существуют в мире, выходит. И получается так, что для того, чтобы Россия выжила в следующем десятилетии, нам необходимо серьезно заниматься экономикой. — Николай Станиславович, вот вы как представитель медицины, да, как вы оцениваете с этой точки зрения послание? — Многое было сделано в учреждениях здравоохранения, хотя мы прекрасно понимаем, что работы еще много. Но то, что вот в стране сложилась положительная демографическая ситуация, это о многом говорит. И мне понравилось то, что в послании было четко определено, что позиции государства не будут сданы, что эта поддержка будет увеличиваться. Мы даже видим, что на сегодняшний день при рождении третьего ребенка у нас есть социальные пособия для малоимущих семей. Мы видим, что решается проблема, наконец-то, с детскими садами. Очень мне было приятно, когда в послании была отмечена отдельная роль местной региональной интеллигенции, воспитания человека в целом, да, в поднятии статуса профессии врача, учителя. И вот именно с повышением заработной платы этой категории граждан, да, с повышением уровня экономики мы можем только о чем-то говорить. Очень такое положительное отношение. А есть что-нибудь такое, по-вашему, что не прозвучало в послании? Конечно, есть проблемы. Есть проблемы. И, наверное, это в первую очередь связано с нашими такими вот жилищно-коммунальным хозяйствами, да, с очередями на жилье. И вот сейчас вот, когда холода пошли, мы прекрасно видим, как в некоторых местах жилищно-коммунальный хозяйство не подготовилось зиме. Что нужно сделать на региональном уровне, чтобы выполнить наказы по желанию президента России? В послании было отмечено, что часть федеральных налогов теперь придет в региональную юрисдикцию. И это, на мой взгляд, позволит на местном уровне решить, ну, скажем так, большую часть социальных вопросов, увеличить социальные программы. Но, на мой взгляд, вот это не только там на федеральном, на региональном. Нам нужно в большей степени обращать внимание на экономику, привлекать инвестиции, да, делать Россию, скажем так, для того, чтобы она была развита, и понятно, что должна развиваться экономика. Поэтому нужно привлекать инвестиции, но и не забывать, что есть определенные большие ресурсы в виде малого и среднего предпринимательства. И, на мой взгляд, мне кажется, мы должны, может быть, и с законодательной инициативой выйти, дать какие-то послабления нашим малым предпринимателям, для того, чтобы они более активно развивались. Вот это, мне кажется, очень важно. То есть, получается, больше ответственности на местном уровне появляется? Ну, конечно, конечно. И инициативы какой-то? Ну, на места гораздо лучше видно, какие проблемы существуют. И, соответственно, можно их оперативнее решить, да, можно быстрее отреагировать на это. А если иметь еще рычаги в виде финансов, то, я думаю, что и многих проблем не будет. Спасибо большое, Николай Станиславович. Напомню, что по существу мы сегодня говорили с депутатом Государственного совета Чуваши, членом фракции «Единая Россия» Николаем Николаевым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова